Всем привет, уважаемые друзья из города Запорожья! Я нахожусь на восточной части острова Хортица. А если быть точнее, то в районе острова Растебина. Вот этот остров. Здесь за год очень сильно изменился ландшафт. Очень сильно выросли деревья. Прям демонстрирует нам аномальный рост. Вот, все заросло. Стою я сейчас на скале Циклопов. Эта скала, я ее уже показывал вам. Вот она с надписью. С надписью 911 года. И вот как раз надпись Остров Циклопов. А пройдемся мы сегодня с вами по этой части острова Хортица. Туда, в сторону юга. Туда, если повезет, дойдем до южной точки. Хочу обследовать вот эти острова. Посмотреть там наличие разных надписей, разных интересных камней. Зайти на полуза пруды. Ну, в общем, где-то приблизительно такой маршрут. А прежде чем двигаться дальше по маршруту, я еще раз хотел бы обратить ваше внимание на те планы, которые я вам демонстрировал и вместе с вами рассматривал в прошлом ролике. Это планы части реки Днепра у города Александровска. Вот первый план 1890 года. Обратите внимание, вот остров Растебина. Здесь нет никаких еще дамб возле него. Северная часть его острова. Вот на протяжении всего маршрута тоже нет еще ни одной полуза пруды. И обратите внимание, что русло реки идет именно по современному берегу протоки и озера Речище. А вот эти мели, вот такие как бы острова, они обозначили пунктиром, потому что там очень мелкая вода, то есть большая мель. Это не суша, это мель идет. И вот дальше я буду листать карты. Появляются здесь полуза пруды. И мы видим эволюцию образования именно озера и протоки Речище. И видим, как меняется русло реки Днепр. Ну, собственно, целью и чего была постройка этих всех каменных полуза пруд. Сейчас я еще быстро пробегусь. По следующим годам, вот видите, здесь как меняется береговая линия. Просто я сейчас буду там идти дальше по этому маршруту. И после просмотра этих карт будет интересно смотреть. Вот у нас уже карта 1899 года. И здесь мы видим, появляется только в этом году, появляется полуза пруда возле острова Растебина. Сейчас я вам ее покажу. Еще хотел сказать, что мне удалось дойти до крайней юго-восточной точки острова Хортица. И по пути там встретилось очень большое количество предметов времен Второй мировой войны. Каска советского бойца, неразорвавшийся снаряд. Много хвостовиков от мин. Ну, и также покажу вам много других интересных находок. И из них несколько старинных кораблей. Для тех зрителей, кто недавно попал на этот канал, я вот еще раз крупным планом сниму эту надпись. И для тех, кому будет интересно, кто и когда начертил все эти надписи у нас на Хортице в 1919 году, вы можете пройти на этот ролик и посмотреть об этом информацию. Так, вот это остров Циклопов. А вот верхушки деревьев высоких. Это остров Растебина. Ну, это тоже часть. Просто все очень сильно заросло. Вот сохранилось озерцо небольшое. Возле этого острова. И вот уже начинает зарастать, начинает зарастать это каменная полузапруда. Каменное мощение, которое было построено в конце прошлого, позапрошлого столетия. Согласно карте. Видите, за год сформировалось такое маленькое озерцо перед Растебином. Во время больших приливов оно здесь сообщается с Днепром. А так, наверное, оно подпитывается родничками. Это сам остров Растебина. Ну, на сам остров Растебина я подниматься сегодня не буду. Там слишком большой уже лес вырос. И на берегу, и там на самом острове. Такие, видите, здесь огромнейшие волны. Ну, а мы пойдем, точнее, поплывем сейчас на те острова. Я там еще ни разу не был. Сейчас переплыву и быстренько пробегусь, посмотрю, что там есть интересного. И, кстати, почему-то вот эти вот острова, эта большая отмель, не обозначена на старых картах. Точнее, она обозначена как маленькая скала посреди Днепра. А самой отмели нет. Хотя здесь береговая линия, видите, как сильно за год поменялась. А что говорить, за 100 лет, за 150 и так далее. Такой вид имеют эти острова. Вид из воды. Я помню, во времена, я разговариваю в маске, поэтому нос закрыт. Помню, что во времена большой воды только чуть-чуть верхушечка торчала этого острова на поверхности. А вся эта огромная глыба была под водой. Сейчас мы на нее заберемся. А вот где-то здесь надо вылазить. Сейчас попробуем. Так, я нахожусь на островах, которые расположены между левым берегом реки Днепр и островом Хортица. Точнее, островом Растебина на острове Хортица. Посмотрите, какая огромная отмель посредине Днепра. Даже тут, на этих скалах, которые всегда находились под водой после строительства Каховской ГЭС, до сих пор остались надписи. Вот, тысячу... Точнее, не тысячу, а пятьдесят шестой год. И даже какая-то фамилия здесь. Но эта надпись, к сожалению, трудно читаемая. Валя. Хорошая краска раньше была. Сколько времени прошло. До сих пор. Вот тут еще какой-то Ваня оставил. Свои автографы. Да, по количеству автографов место было раньше популярное. Может быть, кто-то из вас знает, как называются эти острова, эти отмели. Я пока не встречал их названия на старых картах. Либо так, в народном фольклоре. Камни тут идут такими террасами. Где-то сколотые, где-то гладкие. Где-то такие вот есть козырьки. Я, кстати, сейчас не один тут. На этом острове там какой-то дядя ходил. Ходит, точнее. Да, прям такая каменная гряда посреди Днепра. Тут надо целый день, наверное, провести, чтобы рассмотреть все эти природные ландшафты. Вот класс, прям, как будто камень такой. Лава как будто текла и сплавилась. Приклеился один камень к другому. Подошел я к местному жителю. И вот он мне поведал интересное название этой скалы. Скала, оказывается, называется Копытья. Вот, только вот та верхняя часть ее всегда была на поверхности воды. Сегодня уровень воды немножко поднялся. Наверное, там сантиметров на 50. Здесь, скорее всего, что тоже постоянно была отмель. Сейчас вода, соединяющая эти острова. Человек говорит, узнал меня по голосу. Вообще, уважаемые зрители, благодаря вам и можно сказать, что вместе с вами я очень многое для себя открыл, узнал. Чем-то поделился я с вами, чем-то вы со мной. Так сообщаю и открываем новые какие-то моменты нашего города и нашего острова. Нашел тут такой интересный якорек, четырехпалый. Скорее всего, что самодельный. Сделанный такой подказацкий вариант. Но он, правда, такой маленький, но интересный. Да, такой здесь сад камней. Класс. Копытьца, значит. Хорошо, что встретил этого человека. Такой очень много интересного рассказал. Тоже увлекается, ходит здесь часто, ищет, смотрит. Благодарю тебе, добрый человек, за информацию. Такие скальные перекаты, пороги. В общем, идя туда вниз по течению по этому острову, вот, можно дойти до скалы, которая называется, скала называется Средняя Голова. Там старая водокачка. Мы сейчас на эту скалу чуть позже попадем, идя по берегу. И если кто-то из вас знает, где находится скала Нижняя Голова, я буду очень благодарен. Потому что на картах на многих она обозначена. Но у кого бы я не спрашивал, где конкретно находится сама скала Нижняя Голова, об этом мне пока еще никто не сказал. Но где-то она находится в плавневой части острова. Может быть, ее уже вообще нету. Может быть, ее разработали. В общем, буду благодарен за информацию. Вот видна здесь сеть. Какие-то браконьеры тут когда-то ставили с грузиками. Он со всеми тут делами, она лежит. Вот одна ее часть, там чуть дальше вторая. А вот и скала Средняя Голова. Там на ней, кстати, есть надпись. Говорят, еще времен казачества. Здесь на протяжении этого берега острова хортится много разных балок. И все они имеют названия казачьих фамилий. Но это все благодаря Якову Новицковому, который здесь когда-то жил, общался с местным населением. В основном это население, с кем он общался, были либо правнуки, либо внуки запорожских казаков. И вот они ему как раз и поведали все эти топонимы современные, которые мы знаем в островах Ортица. Да, сколько всего эти камни видели на своем веку. Начиная там еще от скифов, наверное, от первобытных людей, казаков там и заканчивая нашей современностью. Слышал я как-то такую версию, говорит эта версия о том, что раньше волхвы использовали деревья, в основном дубы и камни в качестве носителя информации. То есть как современные флешки. Было бы, конечно, очень интересно почитать эти камни. Красивый здесь выход кристаллического щита нашего, красивая порода. Прям можно представить, как здесь все когда-то бурлило, кипело. Вот эти каменные массы в виде лавы, наверное, выходили здесь на поверхность. Да, сейчас есть уникальная возможность все это дело заархивировать. Да, сейчас есть уникальная масса. Такой похож на мини-макет наших скал. Вид сверху. Интересные здесь на островах деревья. Видно, кто-то их укреплял грузами. Когда-то давно тут они пробитые гвоздями. Наверное, какая-то была рыбацкая гадка. Такие вот гвозди тут тоже интересные. И кто-то здесь оставил свой автограф. Не знаю, насколько это давно было. Что-то здесь написано на нержавейке. В общем, читается магазин или Сухоцкого, или еще какая-то фамилия. Не разобрать. Скорее всего, что времен СССР. Назовем их деревья Карлсона. Еще один здесь интересный камень. Сдалека чем-то напоминал даже голову богатыря. Он большой. Он где-то метр восемьдесят высотой. Даже выше метра под два, наверное. Вот интересная здесь лежит вещь. Кто-то ее использовал как якорь. Если присмотреться, видно, что это, скорее всего, пята для сапожника. Сапожник сюда ставил сапоги, ботинки. Их ремонтировал. Насколько она старая, не знаю. Но вещь интересная. Жаль, конечно, что мало времени. Потому что поставил очень много целей. Всего хочется сегодня успеть. А так, конечно, здесь надо проводить целый день, чтобы все изучить, рассмотреть внимательно. Еще я обратил внимание, что на этой отмеле нет ни одного дерева, которое произросло самопосевом, как на правом и на левом берегу. Выходит так, что через Днепр тяжело перелететь сюда семенам. Может быть, из-за того, что здесь постоянный подъем и сброс воды. Такое вот, конечно, печальное зрелище. Видите, попала рыба в водный капкан. То есть с большим приливом она сюда зашла, на эту отмель. А потом, когда вода отошла, эта лужа, вот такое маленькое озерцо постепенно начало высыхать. И вся рыба попала в западню. Ее никто не освободил. Посмотрите, сколько малька. Офигеть. Теперь тут только осы кружат над ними. Да, в идеале проделывать надо такие канавки. И выпускать, конечно, эту рыбу. Так, а эта бутовая насыпь уже была насыпана здесь. После строительства Каховской ГЭС. С целью того, чтобы здесь не размывала эту часть берега. Ну и насыпана она уже была здесь просто хаотично. Ну, то есть никто здесь не заморачивался ни с каким мощением, ни с чем. Ну и по цвету камня можно уже определить, что этот камень был добыт на карьере, который в рочище вырло. Там на полузапрудах, вон, другой камень, он такой скальный, цветом наших скал. Такой вот тут молоточек валяется. Интересно. Вот, обратите внимание, такие глиняные обрывы здесь, на берегу Хортицы. И этот обрыв, он на очень большом протяжении берега длится. И вот здесь раньше наши уважаемые археологи очень часто находили казачьи зимовники. Неоднократно они здесь в разные годы проводили раскопки. Были обнаружены зимовники, хаты, разные предметы быта. Ну, здесь в каждой балке жил какой-то раньше казак. По-моему, насчитывалось около 18 зимовников на одной из карт. Если эту карту найду, я покажу. И там дальше есть скала, называется нижняя средняя голова. И над ней как раз, там над ней тоже был зимовник. И там еще осталась надпись, предположительно, которую сделал кто-то из казаков. Я вам ее дальше покажу. Сейчас мы переместились на скалу Средняя голова. Так, только что мы там были, вот на тех островах. Вот скала Средняя голова. Вообще, на карте Средняя голова обозначена, вон там в кустах, старая водокачка. Не знаю, сейчас видно ее или нет. Вот от нее тут остались разные металлоконструкции. Там трубы выходят чуть дальше. И там есть скала, как раз ее называют Средняя голова. И там скала эта с надписью. И эту надпись я уже сейчас точно не вспомню. Либо сделал какой-то еще потомок казака вроде бы. Либо... Ну, я посмотрю в книжке, я потом... Посмотрите, что тут лежит. Хвостовик от мины времен Отечественной войны. Ну, кто специалист, тот скажет, от какой мины. Офигеть. Да, тут предметы эхо войны, так сказать. Так, а тут на этой скале была надпись. Надпись вершина. Сейчас я ее найду. А вот она. Вершина. Вот с этой точки. Это скала, вершина. Где надпись вершина, как раз похоже чуть-чуть на пирамиду. Ну, это мое такое. Моя игра воображения. Да, тут природа демонстрирует прям аномальный рост растений. Ну, сколько, блин. Два, четыре. Ну, метров пять, что ли. Тополь. Так, где-то здесь надпись. Да, вот она. Да, надпись Федор Елисеевич Кравец. Также, согласно карте казачьих зимовников 18 века, недалеко от этой скалы был расположен зимовник казака Ивана Шевца. Вот приблизительно так выглядели запорожские зимовники, согласно гравюрия 19 столетия. Скала, Средняя Голова. Еще одна такая здесь надпись. Римскими цифрами цифра 11 дробь 9. Что она означает? Непонятно. Такие выемки. Такое прям каменное ложе. 9.11 это такая оккультная дата. Те, кто читает в фильмах, там, вторые, третьи, смысловые ряды, те в курсе. Ну, а мы двигаемся дальше туда, в том направлении. 1941. Какой интересный камень. Такой прям. Ну, это гранит. Прям такими полосами. Тут вообще как блинчик такой лежит. Класс. Видно, что это еще вулканическая порода. Я сдалека подумал, может какая-то сеть тут, либо арматура. А это, оказывается, такие камни. Да, Хортица не перестает удивлять своей природой. Такие очки черепахи и тортилы. Или, помните, как фильм был, когда такая девушка лежит, полосатый рейс, по-моему. Хорошо плывут, группа в полосатых купальниках. Тут даже есть еще, вон, написано, цена 2 рубля. Вот такие артефакты тут. Артефакты. Странно, на песке видны следы от автомобиля. Либо, может, это квадроцикл. Как они сюда проезжают, интересно. Так, а здесь у нас уже начинается система гидротехнических сооружений. Это каменные полузапруды. О которых я рассказывал вам очень подробно в прошлом ролике. Это первая полузапруда. И так вот на протяжении всего маршрута они будут попадаться нам дальше. Аж до временного ЖД моста. Даже дальше. Бывают вот такие моменты. Только что провалился по колено в воду. Потому что вода хоть и давно отошла, но все равно некоторые участки нынешней суши еще не совсем просохли. Можно нормально уйти по колено, как минимум. Напомню, что эти полузапруды открылись нашему взору после падения реки. Попадение воды в реке Днепр. Вот, а так эти все полузапруды с момента строительства Каховской ГЭС постоянно находились под водой. Многие здесь, конечно, суда, лодки, там моторные. Думаю, там и пароходы, и корабли. Многие здесь поставляли свои якоря, винты. Но сейчас это место стало одним из любимых мест для ловли рыбы наших тут местных рыбаков. Я специально зашел на одну из этих каменных полузапруд. Туда уже вдаль я не буду идти. Вот, видите, они так выполнены буквой ГЭС. Вот эта часть называется, согласно книге, полузапруда. А это дамба, прилегающая к ней. И вот такие вот сооружения. Дальше нам будут встречаться по пути. Да, видите, здесь еще сохранились элементы каменной одежды. Каменная одежда, это тоже термин, взятый из той книги. Видите, где-то до сих пор эти еще элементы мощения сохранены. Но в основном все эти сооружения уже разрушены. То есть, с виду они сейчас напоминают хаотично. Насыпанные камни. Хотя раньше они имели вполне себе такой приличный вид. Кто-то даже писал, что это мегалитическая кладка. Полигональная. Там, видите, вдалеке наш любимый город Запорожье. Еще такие буи тут валяются на берегу. Как казацкий барабан. А вот между третьей и четвертой полузапрудой здесь сформировалось такое небольшое озеро. Оно сейчас никак не сообщается с рекой. Вот видите, как раз это озеро и реку разделяет одна из полузапруд. Видите, кто-то тут когда-то рыбачил и зацепил свою блесну здесь за коряму. Оставлю ее здесь. Может кому-то из рыбаков пригодится. Три крючочка вам. Это я дошел уже до конца озера. В южную его часть. Видите, здесь такая лодочка лежит старая. Ну, как старая, советского периода. Только что ноги здесь помочил. Вода такая достаточно прохладная. Наверное, это озеро тоже где-то подпитку имеет. С грунтовых вод, с родников. Да, это по гвоздям видно, что лодка. Прошлого века. Ну, а сейчас я вам хочу показать некоторые объекты, которые были найдены археологами. Тоже здесь на острове Хортица. Покажу я их без привязки к местности. Но те, конечно, корабли намного старше, чем этот. Один точно 18 века. А второй, наверное, подревней намного. Перед нами фрагменты корабля. Приблизительно это корабль 18 века. Времен русско-турецкой войны. Я думаю, что это, наверное, дюбель шлюпка. Дюбель шлюпка. В общем, корабль этот постоянно находится под водой. Археологи его уже давно обнаружили. Они его законсервировали. Для того, чтобы он пролежал в хорошем состоянии до лучших времен. Пока его не поднимут и не отправят в музей. Но из-за вмешательства человеческого фактора. В общем, тут, как сказали мне, на берегу ребята. В общем, один рыбак зацепил об эти мешки, которыми был накрыт этот корабль, свои снасти. Нырнул туда, начал доставать. Потом разворошил все эти мешки. Какие-то части. Части этого корабля выбросил на берег. Люди потом эти части вкинули обратно в воду. Когда я уже пришел, я увидел, что какая-то часть от этого корабля лежит прямо на берегу. То есть, ну, в воде, но на берегу. Сотрудники заповедника Хортица уже в курсе произошедшего события именно с этим кораблем. Поэтому я думаю, что уже на данный момент приняты все необходимые меры. Для его дальнейшей консервации. Недавно нашими учеными с острова Хортица было обнаружено еще одно судно. Я не буду сейчас показывать конкретно, где это место находится. Вот они его обнаружили. Сюда приезжали, говорят, ученые из Киева. Все это дело рассматривали. Поднять, к сожалению, сейчас это судно нет возможности на поверхность. Поэтому они его максимально законсервировали. Вот видно остатки. Остатки от этого судна. Почти весь этот корабль сейчас находится под грунтом и водой. В общем, мы ждем своего часа благоприятного времени, когда будет возможным его достать и отправить в наш музей судоплавства. И если сюда приезжали специалисты с Киева, судя по всему, что судно это все-таки очень старое. Вот вторая его часть. Видно, что они тут его чуть-чуть подкапывали. Закидали потом камнями. Очень интересно. И особенно интересен, много размер. Вот эти остатки идут. Круто. Может быть, тут целая какая-то ладья Киевской Руси, а то и раньше. Честно говоря, не знаю. Но размер впечатляющий. Офигеть. Где-то оно здесь заканчивается. И вон туда аж до конца берега. Да, может быть, сам князь Святослав ходил на этой ладье. На свои славные битвы. Все может быть. Видны такие отверстия, проделанные в доске. Да, хортится, конечно, богато историей. Природой. Это уникальнейшее место. Здесь вот лежит такое бревно. Его как-то Аня Абрикотти выкладывала у себя на канале. И она тогда обратила внимание, что здесь такие искусственно проделанные отверстия. И она тогда предположила, как будто это для узников, что ли. Сюда вставлялись руки там. Ну и с таким предположением, в общем, она выложила у себя на канале. И потом люди начали писать, что эта штука использовалась для переправки скота. Для упряжи лошадей. Ну, типа вот что-то в этом роде. Может быть, у вас какие-то будут варианты, предположения. Но видно, что это какая-то старая доска, старое бревно. Явно имело оно какие-то функции. И вот еще хотел сказать, чем опасно сейчас ходить по обмелевшим берегам Днепра. Вот смотрите. Просто идешь, идешь. И здесь вот лежит, допустим, вот такой вот хвостовик от мины. Времен еще Второй мировой войны. А если лежит хвостовик от мины, значит, где-то могут быть и сами мины, и не разорвавшиеся снаряды. Еще один хвостовик от мины. Их тут очень много встречается, конечно. Запорожские Мальдивы, острово Хортица. Я, друзья, немножко промахнулся. Вон наш стоит якорь. Его какие-то добрые люди поставили. Сейчас мы к нему подойдем. Посмотрим поближе на него. Вот якорь. Очень классно, конечно, он так стоит. Вот моя рука. Для ориентира. Вон мне по грудь. Наверное, его все-таки кто-то пытался отсюда убрать, либо просто поставили. Ну, такой музейный экспонат. Даже не музейный, а он бы еще и послужил бы его почистить. Хорошенько привести в порядок. И он бы еще ходил бы и ходил. Принес бы много пользы какому-то судну. Якорь системы ХОЛО. Кто-то мне, помню, писал, что он весит около 300 тонн. Ой, не тонн, а 300 килограмм. Все рабочее. Прикольный якорь. А еще хотел вам показать вот такой предмет. Смотрите. Это неразорвавшийся снаряд здесь лежит. Времен Второй мировой. Поэтому будьте очень внимательны, когда здесь ходите, когда что-то берете, по чем-то стучите. Да, целый снаряд. Не знаю, он может сдетонировать или нет. Но очень много случаев, когда такие вещи взрываются и через 80 лет. А вот еще один небольшой участочек полузапруды, где очень хорошо до сегодняшних дней сохранилась эта каменная одежда. Это каменное мощение. То есть делали они это все дело на совесть. И чтобы глазу было приятно и с пользой для дела. Конечно же, когда эти сооружения начинали строиться, именно русло реки Днепр проходило вот здесь, по этой части берега берегу. Сейчас видите, благодаря этим сооружениям русло сместилось глубже. Где-то здесь появились огромные отмели. Но уже спустя, считайте, сто лет, сто с чем-то лет. Когда-то тут в советское время был находился, где-то в районе этого места, городской пляж. И многие жители нашего города сюда приезжали отдыхать, с семьями купаться, загорать. И на этот пляж можно было попасть на речном трамвайчике, который стартовал оттуда с речь вокзала, с кривой бухты. Кстати, на тех картах, которые я показывал в том видео, очень хорошо показана эволюция этой кривой бухты. Вообще эволюция города Александровска, как развивалась инфраструктура. В частности, речной порт. Как раз вот это место было основным речным портом того времени. Сюда причаливали все суда. Здесь как раз напротив этой кривой бухты была та отмель, с которой начали бороться, строя эти каменные полузапруды. Планирую как-нибудь там прогуляться. Вот видно, что с той стороны, со стороны кривой бухты, много сохранилось тоже каменного бута. Думаю, даже уверен, что это как раз-таки часть тех всех строений Александровских. И вон дальше, смотрю, там бут. Да, согласно картам, там все это дело укреплялось. Надо будет как-нибудь обязательно там прогуляться. А тут смотрите, какие лопасти от винта. Наверное, винт катера какого-то. Пропеллер такой. Это вот кусок лавочки. Это, наверное, остатки того пляжа советского, про который я рассказывал. А вот видите, кусочек полузапруды. Я в прошлом году дотуда дошел, и здесь уже начиналась река тогда. А сейчас здесь, гляньте, какая отмель. А там, там вход. Вход в протоку речища. Там, где сохранился один из более удачливых, таких самых хороших, хорошего сохрана, каменная полузапруда. Ну, сейчас мы туда доберемся, посмотрим. Вот это маленькое озерцо. Вот это все, что осталось от этой протоки речища. По-моему, даже и озеро называлось это речище. Наверное, это озеро немного подпитывается родниками, поэтому оно осталось. Даже при условии того, чтобы было такое слишком засушливое лето. А вот здесь, вот видите, огромные такие ивы или верба. Ну, высота здесь некоторых экземпляров, наверное, метров уже под 6-7. Это за год. Вот непроходимый, вообще, просто стеной лес. И вот там как раз была та часть полузапруда, либо траверса к полузапруде. Самая сохранившаяся часть. У меня, конечно, остались эти записи и фотографии. Все, а сейчас мы этого не увидим. Даже если сейчас какие-то удобрения здесь использовать. Посмотрите, какая тут корневая система. То есть, все то мощение, то каменная одежда, которая покрыта была та полузапруда, она вся разрушена. Хорошо хоть сохранились съемки. Да, офигеть, конечно. Такое вот озерцо. Причем еще с такой очень мутной водой зеленой, цветущей. А еще старое судно тут из песка вылезло, вымылось. Советское судно. Там вот, видите, старый рыбзавод. И как раз от него идет, начинает, берет начало старый железнодорожный мост. Времен войны. Сейчас я к нему подойду. Так мы приближаемся к остаткам временного железнодорожного моста через реку Днепр. Эти остатки моста расположены с восточной части острова Хортица. И вот этот мост выходил там, вот на том берегу в районе рыбзавода. Многие исследователи здешних мест ошибочно иногда путают остатки временного этого ЖД-моста с каменной полузапрудой, которая тоже расположена там чуть-чуть правее. Вон там она идет, буковка Г. Чик туда уходит. Такая бутовая насыпь. А сам мост выходит вон в районе. Вон там. Да, вот такой вот. Такой вот мост был. Построили наши предки его за месяц. В жесточайших условиях. В жесточайших зимних условиях. Это был февраль 1944 год. После освобождения города Запорожья. В общем, надо было строить очень срочно этот мост для того, чтобы обеспечивать снабжение фронта. Ну и наши предки, в общем, тогда совершили, так сказать, трудовой подвиг. Но сейчас понятно, ну даю 90%, что камень этот они брали тогда зимой, разбирая те самые каменные полузапруды. Конечно, эти насыпи разбирались, и этот буты уже использовался для строительства моста. Я раньше предполагал, что этот мост был построен на местах протолчего брода. Но нет. Я, к сожалению, ошибся. Много тут еще разной арматуры пооставалось среди этих камней. Такие деревянные вбитые сваи. Такие вот разные штуки. Очень жарко на улице. Наверное, надо будет скупнуться. Такие вот, смотрите, тоже использовались вещи, видать, при строительстве. Такие. 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 Какой-то котелок еще. Подожди, стоп. По-моему, это не котелок. Офигеть. Блин, думал, что старый котелок, а это похоже, что каска. Причем каска вроде бы нашего бойца. Офигеть. Я, конечно, не спец, блин, но очень похоже, что это каска. Круто, конечно. Вот тебе и эхо войны, блин. Мы двигаемся дальше, в сторону крайней точки острова. Такие вот, гляньте, стволы деревьев лежат на обмелевшем берегу. Огромное дерево. Ну, когда мы ныряли вот недавно с моим приятелем, там в районе урочища Вырва под скалами, там деревья в разы просто больше. Наверное, как три этого точно ствол под водой, под скалами лежит. Ну, такой вот, в общем, ландшафт. Дальше идет береговой ландшафт от временного ЖД моста туда, в сторону крайней точки. Муха, сдалека думал, что еще одна каска лежит, но это уже точно котелок, блин. Так, а это перед нами уже самый южный вход в протоку Речища. И вход как бы к озеру Речища тоже. Вот озеро чуть дальше. Остатки от этого озера. Вот видите, перед нами вот этот бут опять каменный. В том году я как раз шел по этому берегу, снимал его. Вот в предыдущем ролике я частично вставлял кадры с этого места. Как я шел по этому берегу. То есть, смотрел тогда на эти пни, на эти полузапруды. Вот сейчас они тоже, видите, очень сильно заросли деревьями. Тут уже акация, тополя. Я смотрю, тоже верба. Вот эти остатки пней. То есть, по левому берегу здесь уже сейчас не пройти. Ну, а вот так выглядит само озеро в данный момент. У нас сентябрь 2024 года. На конец сентября. И, кстати, в прошлом ролике один из зрителей предположил, что как раз таки основное русло реки Днепр, новое русло еще до строительства всех этих каменных полузапруд. Как раз основное русло, думаю, где-то проходило по берегу вот именно вот этой реки, этого озера Протолча. Но он так думает. И я тоже полностью согласен с его версией. Это уже впоследствии все эти гидротехнические сооружения. повернули там русло вспять, снестили его чуть-чуть туда, в ту сторону больше, образовав эту протоку, эти озера, ну и прочее. И этот момент очень хорошо прослеживается на тех картах, которые я демонстрировал в прошлом ролике. Вот и самого озера. Еще одним доказательством того, что русло раньше проходило по берегу нынешней протоки Речище, является то, что как раз этот берег укреплен аж до самого конца, аж до самой первой полузапруды каменным бутом. Именно вот с левой стороны туда, аж до конца озера. Сегодня я слишком долго здесь задерживаться не буду. Я так только зашел в самое начало. И сейчас дойду до юга и все, и буду возвращаться в сторону дома. Путь очень долгий, сегодня очень жарко. Все эти моменты я оставлю на потом, для следующего ролика. Еще один тут лежит туристический котелочек такой. Его, конечно, помыть и он бы еще ни одну укус варил бы. Вот все эти пески уже были намыты земснарядом в советское время, когда здесь углублялось русло Нового Днепра. Естественно, весь этот песок сюда вышел на берег. На берег Хортицы. Потому что все эти траверсы к полузапрудам, они вот так вот были расположены. Но сейчас, идя по этой части острова, вы их не увидите, потому что они все засыпаны песком. Это продолжая версию того, что раньше берег был по берегу протоки протоки Речища. А это, уважаемые друзья, самая крайняя точка нашего острова. Здесь он заканчивается. Это юго-восточная точка острова Хортица. А сам остров вытянулся в направлении с северо-запада на юго-восточ. Вот так вот выглядит наш остров с юга. И вот, как раз на этой самой крайней точке нашего острова Хортица. И наше видео тоже подходит к концу. Благодарю вас всех, уважаемые друзья, за внимание, за ваши отзывы, комментарии. за ваши мудрые мысли, которыми вы иногда делитесь в комментариях. Ну и вообще за приятные разные слова, которые помогают двигаться дальше в исследовании нашего родного края. Все. Всем добра и до скорых встреч. Игорь Негода. Продолжение следует...